Снова гул строительной техники и попытки активистов зайти на территорию. Застройка пляжа бывшего санатория России возобновилась. Активисты Автомайдана уже два года пытаются остановить работу и сохранить рекреационную территорию. Но, несмотря на судебные запреты работы на Одесском пляже возобновились. Пока что-то происходит, какие-то юридические процессы, они просто, видите, чуете этот прекрасный звук. Это техника. Сраная строительная техника, которая позволяет нас с вами и наших с вами детей, в принципе, территории общественного использования. И вот сегодня появляется информация про то, что тут появляется строительная техника. И это первая ластевка после того, как высший админсуд снимает ограничения на время проведения судов. Ранее активисты добились ареста земельного участка в обеспечении исковых требований. И проводить строительные работы подрядчик официально уже не мог. Хотя, не раз нарушал ту норму. Сейчас застройщик смог обжаловать ограничения в Верховном суде. Иск обеспечивается запретом работы. И такое решение было. Его принял апелляционный суд. Было запрещено. И где-то недели три, наверное, назад в касации в Верховном административном суде было принято решение о том, чтобы это обеспечение снять. Вы судитесь, а вы строите. Согласно официальной документации, заказчик работ компания Варда Плюс еще в 2018 году там заявляли, что будут строить яхт-клуб и благоустраивать территорию. Потом появилась информация, что компания сменила целевое назначение участка на строительство и обслуживание рекреационных объектов. Активисты уверены, что застройщик возведет на пляже жилые высотки. Протест закончился прибытием экипажа патрульной полиции, которые вызвали следственно-оперативную группу для фиксации нарушений.